Меня зовут Влад, я сам из штата Вашингтон. Моя семья переехала сюда где-то 15 лет назад. Я из церкви Благая Весть, церковь пастырем, которой является Василий Пархатюк, там в штате Вашингтон, Трайситис. Наша церковь, она открылась где-то 14-13 лет назад и с целью, чтобы приобретать людей для Бога. К сожалению, мы по-английски не разговаривали, у нас очень маленькое русское население в городе, то пастыр нас направил, молодежь особенно, приглашать американцев, мексиканцев в церковь. И по маленькому шаг за шагом люди начали приходить в церковь, каяться, и Господь сегодня делает замечательные вещи, особенно последний год. Было просто очень-очень хорошее время для нас, когда мы видели новообращенных людей из нашей среды, нашего города, которые приходили к Господу. И рад сегодня быть вместе с Вами. Я провел время с Вашей молодежью на очень холодном лагере, но было очень тепло, потому что они очень дружелюбные, и Господь был вместе с нами, Господь касался людей. Были даже люди, которые получили физическое исцеление, и люди, которые обратились назад к Господу, и просто было очень-очень замечательное время. Знаете, молодежный лагерь – это то место, где ты не спишь, много кушаешь, общаешься, но не спишь. И это поэтому, я думаю, когда уже приедем домой, я высплюсь хорошо. А сейчас мы здесь просто служим, и Ваша молодежь, она очень замечательная, и рад тем, что Господь делает с ними, и будет делать через их. Аминь. Я благодарю Вашего пастора за эту возможность быть здесь и поделиться Божьим Словом с Вами. Прошу сразу извинения, потому что Вы уже заметили, что мой русский, он чуть-чуть не профессиональный и несовершенный. Наша церковь, она уже по-английски все, и все служения, которые даже я веду, они все по-английски, и мое служение в большинстве оно с молодежью, и тоже оно по-английски. Поэтому я знаю, что многие из Вас, Вы намного старше меня здесь, и, может, кто-то подумает сразу, что Он там будет говорить. Примите Меня как Вашего Сына, и Господь что-то скажет. Аминь. Знаете, сегодня, вспоминая о том, как наш Господь Иисус пришел на эту землю, пострадал за нас и умер, я всегда думал, что самая большая жертва, которую Иисус сделал для нас, это было то, что Он умер на Христе. До тех пор, когда я поехал в одну страну, это называется Танзания, на две недели, и уехавший с Америки на две недели туда, нам сразу объяснили, что когда ты приедешь туда, там жизнь вообще другая, и там пища другая, там интернета нет, телефон не будет работать, вашу пищу кушать там не будете, короче, там и всякий маскирус, и там и крысы, и мыши, и все это. И там слоны ночью ходят прямо по улицам, Гаинос, львы. Ну, короче, напугали нас хорошо. Когда мы приехали туда, и это была правда, что жизнь там, это вообще была очень-очень сложная жизнь по сравнению с жизнью в Америке. Ну, теплой воды не было, чистой воды не было, и просто жизнь была, ну, трудно жить две недели, и просто страдал, и все. И я помню, когда нас начали угощать ихней пищей, и ты смотришь в этот суп, и там что-то плавает. И ты сразу притворяешься духовным, и говоришь, что я пащусь, просто пребываю, хочу пребывать с Господом, и все. А нам сказали прямо, что там такая культура, что если тебе предложат еду, и ты не принимаешь эту еду, они ничто, то, что ты им скажешь, принимать не будут. Поэтому если ты хочешь, чтобы они покались, все кушай, то, что там плавает. И это страшно. И я помню, когда ты кушаешь все это, и молишься, Господь, сохрани разум и душу, и тело, и все, потому что не выдержу это. И когда закончились эти две недели, ты приезжаешь домой в Америку, как будто на небо приезжаешь. Ты Бога благодаришь, кланяешься прямо на аэропорте. Слава тебе, Господь, что избавил, благословил и сохранил. И когда мы начинаем думать о том, что Господь пришел, когда на эту землю, это несравнимо с тем, как будто ты уезжаешь с Америки в какую-то бедную африканскую страну. Это несравнимо с этим. Оставить славу неба и стать человеком, это уже была большая жертва, которую Иисус заплатил. Мы иногда думаем, ну, земля, что здесь плохого? Воздух есть, вода есть, красота, красиво. Это же творение Господа. И для него быть на этой земле это привилегия. Это никакая не привилегия. Это трудно. Для личности, которая прожила на небе всю вечность, для личности, которая есть святость, которая есть милость и которая есть доброта, прийти на эту землю, это не привилегия. Это жертва. Однажды Билли Грэм, он рассказывал одну историю, я, может, детальности эту историю не перекажу, потому что это уже было очень давно. Он говорил, когда он был маленьким мальчиком и пришел к своей маме и начал говорить о том, что у него было очень, он сильно полюбил этих муравьев, муравьев, которые были там за домом, у них домик маленький уже построили эти муравьи. И сказал, что он очень их любит. И мама ему сказала очень плохую новость, что завтра придет один дядя, который их всех отравит. Ну и, конечно, его сердце сразу наполнилось печалью. И он говорит, мама, ну как я могу спасти этих муравьев, чтобы они завтра не умерли? Ну он, будучи мальчиком, пошел к этим муравьям, склонился на колени, взял самого большого в свою руку и начал ему объяснять, что завтра вам придет конец. Вы все умрете. И говорит, я с этим ничего общего не имею. Я не хочу вашей смерти. Я вас очень сильно люблю. Я за вашим миром уже наблюдаю. И мне очень нравится, как вы живете. Но ты, самый большой, должен пойти к остальным маленьким муравьям и объяснить им прямо и конкретно, что вам осталось 23 часа все свои манатки собрать и от нашего дома. И мне скажите, где будете жить, и я буду вас там посещать. И говорит, я этого муравья поставил назад в их домик. И говорит, а он ничего не понял. Продолжает всю свою жизнь и говорит, в следующий день я увидел, как этот дядя пришел и всех моих муравьев утравил. И говорит, я пришел назад к маме и говорит, мальчиком был. И говорит, мое сердце разбито. Ну, мама, ну почему так? Почему он меня не понял? Почему он не сказал другим муравьям? И мама ему объяснила, говорит, что он, этот маленький муравей, может тебя понять только по одной, только через один путь. Одним путем ты только можешь спасти и донести этим муравьям спасение. Это тогда, когда ты сам станешь муравьем. И она его спросила, ты муравьем хочешь стать? Ты же говоришь, ты их так сильно любишь. Говорит, мама, я их люблю. Но муравьем вставать не буду. И будучи маленьким мальчиком, в это время смысл Евангелия, он говорит, проник в мою душу, что Господь стал муравьем. Не просто, чтобы донести до нас мысль и реальность, что есть небо и есть ад, но будучи муравьем, он умер за всех муравьев, чтобы кто-то из них услышал, что Бог так возлюбил мир, что отдал своего сына, чтобы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Братья и сестры, жертва, которую Иисус заплатил, она не началась на Голгофе, она началась в Ифлиеме. Прийти на эту землю, стать муравьем, это уже была жертва. Если в это не верите, поедите в Африку или куда-то в другую страну, где нету таких возможностей и комфортов, которые мы уже привыкли в Америке и вы увидите. Чтобы просто быть в какой-то другой стране, где нету этих комфортов, это уже есть жертва. Но он не только пришел на эту землю, чтобы показать нам Бога, он пришел на эту землю, чтобы умереть за нас и потом воскрес для нашего оправдания. Слава Богу! Давайте мы откроем вместе Божье Слово. Очень, очень знаменитое место, это будет Иоанна 3 глава и 14 стих. Место, которое мы все знаем, это Иоанна 3 глава и 16 стих. И мы возьмем пару стихов выше. Я сегодня хочу просто перед преломнением поделиться Божьим Словом о любви нашего Господа. Иоанна 3 глава и 14 стих. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно возносено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего и не единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы осудить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Я прочитаю тоже еще одно место, это будет 2 Коринфянам, 5 глава и 21 стих. 2 Коринфянам, 5 глава и 21 стих. Ибо не знавшего греха Он сделал за нас жертвой за грех. Я греческий там не знаю, но от тех, которые знают, слыхал, что в этом стиху слово жертвой за в греческом, в оригинальном отсутствует. Я сейчас прочитаю, как, как в оригинальном написано. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Иисус, имея общение с Никодимом, Он начал объяснять ему о том, для чего Он пришел на эту землю. И Он берет историю из Старого Завета, где Израиль и шел из Египта в Ханаан. И Он начинает себя сравнивать с медным змеем. Эта история она была записана в числах 21 глава, где Израиль уже он недалеко был от обитованной земли. И они начали просто, просто жизнь была нелегкая, это была пустыня. И они начали роптать, они начали просто быть обескуражены, они потеряли уже всю надежду, как будто это Ханаан, он уже был так далеко, как будто он никогда не будет достижим. и начали роптать против Моисея, роптать против Господа. Они начали забывать о Божьих чудесах, начали смотреть на эту манну, за которую они так раньше Бога благодарили и уже начинали называть ее, что она уже такая негодная, это вообще плохая еда. И короче, они стали очень-очень негативными, внутри наполнены были просто всякой сомнения и страхов, и как будто это, ну, ничего здесь плохого в этом нету. Но это было настолько плохо, что пришли змеи и начали их жалить, и люди начали умирать. И в этой ситуации они возопили Господу, и Бог сказал Моисею, что ты должен сделать змея, медного змея, и поставить перед ими, и каждый человек, который будет смотреть на этого змея, он будет жить. А если он будет смотреть на свои раны, на свои проблемы, на свои трудности, умрет. Иисус берет этому человеку в Иоанна третьей главе и говорит, что как Моисей поднял этого змея, так и Бог меня подымет. И он себя сравнивает, что интересно, это первый и, наверное, последний раз, где Иисус себя сравнивает с змеем. Мы знаем в самом начале бытия, третья глава, что змей, он всегда был символически с дьяволом, но никогда с Господом. И здесь мы видим, что сам Иисус, Господь, Он говорит, что я, как этот змей. Он всегда себя сравнивает с агнцем Божиим. Мы знаем, он левец колена Иудина. Мы знаем разные другие сравнения к Иисусу, но в этот раз Иисус себя сравнивает с змеем. «Как Моисей поднял змея, так Господь, он говорит, поднимет меня, чтобы всякий, кто верующий в меня, он не погиб, но имел жизнь вечную». Что интересно, перед тем, как мы пойдем к этому змею, что интересно, что история эта, в которой Израилю надо был этот змей, это была та история, где Израиль не сделал каких-то больших по нашим меркам грехов. Они просто устали от трудностей жизни. Это не было идолопоклонство, это не был блуд, пролюбодеяние, это не был какой-то оккультизм, в котором они раньше тоже участвовали, где ставили тельца и танцевали перед ними, резали себя и всякие этим грехом занимались. Это было просто люди, идучи в Ханаан, устали от просто этой жизни, трудностей этой жизни и начали роптать и наполнились внутри полностью всякого негатива, всякого ропота, сомнения и страха и пришла большая боль через этих змеев. Как христиане мы очень часто смотрим на жертву Иисуса Христа, как будто это жертва, чтобы поднять грешников, людей, которые страшные, в страшных грехах, они умирают и вот Иисус пришел для того, чтобы их спасти. Это правда. Но когда Иисус объяснял о своей жертве для этого человека, он говорил, что как Моисей поднял змея для Израиля, для Божьего народа, которые ишли в Ханаан, но по жизни устали и наполнились внутри всякой боли, наполнились внутри всякого сомнения и ропота, просто жизнь она начала давить на Божьих людей и Бог поднял этого змею для Божьих детей. Крест Иисуса Христа это не только для погибающих грешников, это тоже для страдающих христиан. По нашей жизни мы очень часто когда мы идем на небо, мы переходим через пустыню и мы проходим очень трудные и тяжелые времена. И очень часто эти времена и эти сезоны они не всегда трудные из наружи нашей жизни. Работа есть, как будто и здоровье есть, как будто и дом есть, как будто все хорошо и дома тепло и вода и все. А посмотришь внутрь, а там просто жизни нет. Просто внутри пустота, боль, иногда просто мусор, грязь. Внутри просто как будто жизни нет. Иисус Христос Он пострадал и за нас и для нас тоже. Не только для тех, которые живут в грехе и Бога не знают. Для меня эта история она очень близко. Потому что я вырос в христианской церкви, в Пейсядинской церкви в Украине и моя семья всегда ходила в церковь. Но из-за того, что при рождении, при моем рождении было большое, был один эксцидент и у меня было повреждение of optical nerve. Из-за этого повреждения я вырос и как вы уже чуть-чуть видите, что один глаз чуть-чуть больше второго. И у меня было две операции. Одна была операция в Украине и другая операция была в Америке, чтобы это исправить. У меня нет ничего, никакой проблемы с моим зрением. Я могу спокойно видеть все. Мои родители, все мои братья, у них есть glasses. У меня нет. У меня есть хорошее зрение. Но из-за этого повреждения у меня были очень сильные головные боли каждый раз, когда я был на солнце. Это длило всю мою жизнь. И я ходил в церковь, не курил, не пил. В дома не только у нас телевизора не было, у нас и телефона не было. Мы такие освященные были. Или денег не было, не знаю. И все внаружи было хорошо. Люди смотрели и говорили, вот хороший мальчик и все. Как будто все хорошо и шли на небо. Мы были верующие. Я Библию читал до 15 лет. Я прочитал Новый Завет 25 раз. Я просто в Библии сидел, потому что больше ничего в дома не было. Родители заставили Библию читать, я читал. Как будто все внаружи было хорошо. Но если бы кто-то заглянул внутрь, там во мне жил ад. Каждый раз, когда проповедник вставал и говорил, что Бог нас любит, это просто проходило под головой, над головой. Потому что у меня всегда было просто, я знал внутри, если Бог бы меня любил, Он никогда бы этого не позволил. И под сознанием у меня не было понятия, что Бог Он за меня, что Бог Он меня сильно любит. Я всегда, всегда внутри была такая ненависть к Богу. Вопросы к Богу, а почему, а почему так? Только дети выходят играть, летом футбол, и это все, а я не мог долго играть, потому что у меня головные боли, и мне всегда надо было быть дома. И мне было очень трудно внутри просто жить жизнью, внутри, не внаружи, а внутри, где у меня просто был покой, радость и мир во Святом Духе. Я помню, когда мы приехали в Америку, из-за моих глаз у меня был очень, очень, очень заниженная самооценка. Я так стыдился и боялся людей, и говорить перед людьми, так боялся, что я помню, когда был в девятом классе, я прогуливал школу только по одной причине, потому что я узнавал, что надо стоять перед группой студентов, и мне так было стыдно, я стыдился и боялся людей и самого себя настолько сильно, что когда я узнавал, что надо говорить перед классом, я прогуливал школу и где-то ее проводил в готопарке. Я молился к Богу, когда мне было 14 лет, Господь, сделай эксцидент, чтобы я умер, потому что я знал, я просто бременем был для всех людей, которые меня окружают. У меня был только один друг, больше никого не было. И внутренний мой мир, он был просто, мертвость была внутри, пустота, там ничего не было. Все снаружи как будто хорошо было. У меня были очень хорошие родители, у меня бабушка, дедушка, у нас была классная церковь, все было хорошо, я был здоровый, кроме того, что у меня были голевные боли, но все внутри, это была пустота. Поэтому для меня это место, оно близко. Можно быть христианином снаружи, а внутри быть просто пустым, а внутри быть просто полным боли и страданий. и приходить даже в церковь и сидеть и в Бога верить, а внутри не иметь никакой надежды, никакой жизни и никакой любви. И помощь, которую я нашел, это та самая помощь, которую нашли израильтяне. И это самая помощь, которую сегодня можем найти мы. Это помощь в ранах и страданиях Иисуса, в Его смерти и в Его воскресении. Моисей поставил медного змея перед Израилем и Он сказал, что когда они будут смотреть на Него, у них появится жизнь. И все ихни боли, все ихни раны, они будут заживать. И когда мы смотрим на Его страдания, все наши вопросы, они утихают. Все наши негодования, вся наша пустота, она начинает наполняться Божьим миром и Божьей любовью и Божьей добротой. Я хочу сегодня с вами поделиться о том, что Иисус Христос, Он стал змеем. Моисей не поднял змея, который жалил людей, он сделал нового змея из меди. Был красным. Это было символически о Иисусе Христе, потому что Иисус не был змеем внутри, но Он стал змеем ради нас. Мы прочитали в Коринфянам, что апостол Павел говорит, что Он, который не сделал греха, стал грехом. На кресте Голгофы Иисус Христос не просто нес наказание за наш грех, Он стал грехом ради нас. Бог отвернул свое лицо от Него, и даже сам Иисус в молитве сказал, что Отец, почему Ты меня оставил, потому что Иисус не просто нес наказание, а Иисус стал змеем ради нас. Интересно то, что внутри Он был святой. Внутри Он никогда ничего плохого не сделал, но Небесный Отец смотрел на Него, как будто Он был грешник. Бог знал, что Иисус Он святой и Он Его Сын, но из-за того, что из-за принятия Моего греха на Себя, Иисус стал грехом. Отец, отвернувшись от Него, зная, что Иисус Он святой, Он сам не грешник, Он просто грешник, Он просто грехом стал и ради того, что Он принял Мой грех, но Сам Иисус внутри, в Его сердце, в Его мыслях, в Его внутренней жизни, Он святой, Он беспорочный, Он чистый Агнец Божий, но Отец отвертает свое лицо от Него из-за того, что Иисус принял, не сделал, а принял Мой грех на Себя. Почему Он так делал? Потому что буду Я и буду Ты. И когда Ты и Я принимаешь Его праведность, перед тем, как ты сделал что-то праведное, одно правильное дело в своей жизни, перед тем, ты просто принимаешь Его праведность, хотя внутри еще там хаос, будет внутри там еще не все в порядке, но когда ты просто принимаешь Его, Его лицо просто обращается к тебе, Его руки обнимают тебя, а ты говоришь, Отец, да я же ничего не сделал еще. Он говорит, Я знаю, Иисус тоже плохого ничего не сделал, но я отвернулся от Него, потому что Он стал грехом, чтобы ты был Его праведностью, чтобы ты был Его праведностью, чтобы ты получил помощь от Него. Иисус говорит, что как Моисей сделал этого медного змея, Отец сделает Меня, что Я буду этот змей на Голгофском кресте, буду умирать как грех за вас, чтобы вы могли получить Божье принятие, благоволение к себе. Я понесу наказание за ваши грехи, чтобы вы могли смотреть на Меня и смотреть на Меня, чтобы у вас было внутри и кругом вас была жизнь. Секрет наш это не просто изменить свою жизнь, а изменить свой взгляд. Куда смотрим мы? Очень часто люди, как израильтяне, мы смотрим на наши боли, на наши раны, вместо того, чтобы смотреть на его боли и на его страдания. Каждый раз, когда человек смотрит на свою внутреннюю пустоту, он смотрит на свое физическое, как он физически смотрит, но смотрит на сколько люди ему причинили боль, насколько трудно в жизни, на свою болезнь, на рак, на диаберис, high blood pressure, или всякие разные болезни, устройства в жизни, и он смотрит его жизни, просто внутри приходит всякое негодование. Но Господь говорит, что когда мы отберем наш взор от нашей боли, от нашего греха, от нашей слабости, от наших провалов жизни, и мы просто их поднимаем к тому, который понес это все, тогда только через это приходит Божья помощь, и Божья поддержка, и Божье исцеление, и Божье восстановление, только через это. Ты не можешь сам себя изменить. Когда ты упал, или когда ты где-то пережил какой-то провал в жизни, духовный, или может эмоционально, ты не можешь изменить свою жизнь, смотря на свои боли, на свои грехи, и смотря на все, что у тебя болит. Эта перемена приходит тогда, когда мы смотрим на Господа, смотрим на Его страдания, и смотрим на Его жертву, и на то, что Он сделал на Голгофском Христе за нас. Из-за того, что Господь сделал на Христе за нас, из-за того, что Он за наши грехи заплатил, у нас есть шанс себя не наказывать. Очень часто, когда люди согрешают, очень часто, когда люди делают ошибки в своей жизни, и они приходят Господу, они получают от Него прощения, они получают то, что Он за их заплатил, за их не грех на Голгофском Христе, но где-то чувствуют внутри, что мне еще надо что-то доплатить, мне надо все еще что-то добавить, и мне себя еще надо где-то наказывать, чтобы доказать Богу, что я всерьез достоин Его милости. Помню, однажды мы с женой взяли одну девчонку, она была бездомная, эта девчонка была темнокожей, африканка, и она не имела дома, и мы поселили ее в наш подвал, она начала там жить и реабилитацию проходить, поднялась на ноги, она взяла работу, и мы начали помогать ей, чтобы она вышла из долгов, и сделали весь список всех долгов, которые у нее были, с самого меньшего до самого большого, и по маленькому она выплачивала все свои долги, и последний долг это была ее машина, там где-то было 1800 долларов, и интересно было в том, что она свою машину выплачивала уже 5 лет, и когда получила машину, у нее был лоун на 1800 долларов, и после 5 лет и все еще лоун остался 1800 долларов. Как она ее платила, я не знаю, но проблема была в том, что этот лоун был, и она начала выплачивать, и осталось ей платить где-то 800 долларов, и на ее день рождения мы с женой просто решили этот долг покрыть, и мы дали эти деньги, она заплатила, и она просто была очень радостная, это как будто большое бремя ушло с ее плеч, и все было хорошо, до тех пор, пока была какая-то там авария, и она решила свою машину сдать на джанку и иншуренс выплатить деньги, и она пошла в свой банк, чтобы взять тайрл, чтобы взять подтверждение, что это машина ее, потому что она уже все оплатила, и банк просмотрел все расчеты, и говорит, да, ты выплатила, но ты все еще нам должна 400 долларов, она говорит, ну как, я же все выплатил, сказали, что все хорошо, говорит, да, но еще надо доплатить 400, и очень часто мы также чувствуем с Господом, все заплачено, но ты еще должен пострадать за свои грехи, ты еще на земле чуть-чуть, чтобы научиться, и очень часто у нас такое взаимоотношение с Господом, только какая-то маленькая проблема приходит в жизнь, и мы сразу чувствуем, да, все оплачено, но кроме этой проблемы, а еще это надо пронести, чтобы просто доказать, что ты искренно просто понял, что ты спасел, да, в жизни будут всякие проблемы, но как христианин, как человек, который принял прощение через мои грехи, я не доплачиваю, страдая в жизни, имея болезни или какие-то неустройства, это не Бог, просто говоря, я заплатил 99%, но надо еще 1%, дотяниже чуть-чуть, и очень часто мы, как христиане, мы не уверены в том, что все наши грехи до одного были оплачены на Голгофском Христе, и что Бог нас больше за эти грехи не будет наказывать, потому что тот самый грех не наказывают дважды, это нелегально, чтобы одного человека посадить два раза за один тот самый поступок, а мы как-то где-то внутри, подсознание, у христиан всегда это есть, как будто да, простил, на небе пойду, но на земле Господь все еще покажет, накажет, чтобы как будто научить чему-то, или то и все, но внутри мы должны просто глубоко осознать, что его жертва на христе было достаточно, это не говорит о том, что не будет проблем, это не говорит о том, что не будет трудностей, это не говорит о том, что не будет болезни, не устройства, и всякой проблемы в жизни, но когда эти проблемы приходят, внутри появляется уверенность, что Бог меня не наказывает, а приходит просто чистота и понятие, что мои грехи были наказаны, тогда каждая проблема, каждая болезнь, не устройство, финансовые проблемы, какие-то скандалы в семье, мы это не воспринимаем, как будто я доплачиваю за свои грехи, воспринимаем это, я живу в жизни и в мире, где есть проклятие, где есть грех, где есть болезнь, Иисус сам сказал, будут трудности, но Бог меня наказал в Иисусе, а сегодня Он на моей стороне, Он не против меня, Он не ищет где-то погреть свои руки на моем несчастье, Он за меня, и Он со мной в каждом моей проблеме, это меняет твой подход к проблемам твоей жизни, где ты к Богу смотришь, как к тому, который тебе поможет, вместо к тому, который тебя наказывает, а дьявол он нас обманывает, и когда человек начинает смотреть на каждую болезнь, и говорит, ну да, перед тем, я пришел в церковь, я там нагрешил, я там много дровно ломал, там того обидел, того обидел, и Бог просто сейчас меня наказывает, да, я спасен, это завтра, если ты, если Бог тебя наказывает за те грехи, которые ты сделал в прошлом, какую уверенность имеешь ты, что он тебя не накажет за твои грехи и вечности, нет никакой верности, или его жертва достаточна за все грехи, или она вообще недостаточно, и в глубоком нашем подсознании мы должны принять, что Иисус заплатил за все наши грехи, и Бог теперь за нас, он нас любит, и всякая проблема, это не его наказание, да, Бог дисциплинирует своих детей, даже когда есть дисциплина, в этой дисциплине это приходит из-за любви, он нас при дисциплине притягивает к себе, наказание и дисциплина это разница, наказание это всегда в вечности, дисциплина это на земле, наказание всегда для грешников, но Божья дисциплина это только для детей, наказание оно всегда из-за гнева, Божья дисциплина всегда из-за любви наказание это чтобы тебя говори отойдите от меня а дисциплина то чтобы тебя притянуть к себе это вообще разные вещи даже и когда господь дисциплинирует своих детей это не из-за того чтобы наказать их а чтобы изменить характер внутри и даже в этом бог всегда за их не против их братья сестры через жертву иисуса христа у нас есть возможность понять бог не против меня и это дает мне разрешение не быть против самого себя тоже люди которые жестоки к другим очень часто если не всегда очень жестокий сами к себе люди которые давлят принижают и просто раздавливает других людей своими словами своими поступками всегда просто принижая другого человека если ты глубоко посмотришь его сердце и ты увидишь каждый раз когда этот человек где-то делать промах своей жизни он также поводится с собой если ты хочешь изменить как ты поводишься другими людьми измени как ты поводишься собой а это перемены не сможет быть до тех пор пока глубоко подсознание не придет откровение о том что бог он за меня это дает мне и тебе разрешение не быть против себя не давить не унижать не наказывать себя особенно молодые люди очень часто чувствует когда я что-то сделал плохое когда я сделал ошибку где-то упал согрешил и спотыкнулся как будто если я себя накажу это как будто я богу докажу что я настолько покаяны это я настолько просто осознал как будто богу можно угодить когда ты себя наказываешь это бога не ухождает уважает бога вера они сама наказали аминь и последнее что то первое что когда я осознаю что бог за меня через жертву иисуса я могу не быть против себя я могу смотреть в зеркало и себя ненавидеть а принимать себя не говорю что в этом себя хвали там прославлять себя ну-ну-ну-ну это все ненужные вещи а мы говорим когда люди могут просто жить с собой потому что знаешь твои дети с тобой всегда не будут жена будет но не всегда была один человек который с тобой всегда будет навсегда это ты если ты с собой не научиться как жить хорошо то ни с кем не будешь хорошо жить а многие люди они с собой не знают как жить себя всегда мучает связь от давлят всегда внутри позволять всякие просто я так жил просто я знаю поэтому для меня это тоже то что очень близко я с собой не мог жить в одной комнате не мог собой провести с другими людьми как будто более-менее терпел а сам себя просто не мог терпеть и все ненавидел себя смотрел в зеркало и просто я был уверен том что просто я я урод бог не имеет плана для меня вон всех создал для всех имеет какие-то хорошие планы а для меня просто сделал ошибку и все говорит подожди когда умрешь на небо попадешь все будет хорошо вот так и внутри дома и когда господь изменил мое подсознание о том что он за мои грехи заплатил меня сильно любит я просто первое что это изменилось это может звучит как для кого-то какой-то там где ретик и даже кукту себе а там чего там да все оставить и все но ты внутри пусть начинаешь понимать что бог меня любит и мне не надо себя резать мучить давить унижать если бог такой святой такой великий такого ничтожного как меня может простить то я же не такой святой то я что же самой собой могу примириться а многие люди себя простить не могут а почему а потому что думает что их не стандарты выше божьих а знаешь почему бог меня простил то у него стандарты таки его а я а я вы выше вот поэтому себя простить не могу представь себе это ты же это же глупость это что-то страшно что ты ставлю себя выше булка когда ты не можешь сам себя простить когда бог будучи таким святым простил тебя а когда себя не может простить и это потом выливается на детей выливается на жену на мужа на соседи кто-то в церкви это промах сделок это сразу выливается на других то что люди которые жестоких себе всегда буду жестоких другим людям а жестоких себе потому что подсознание не приняли что божьей жертвы на голгофском христе было достаточно это первое что жертва иисуса нам делает она приносит осознание что бог меня простил за грехи оплатил и сейчас он за меня он не против меня но второе и последнее 100 из-за жертвы иисуса из-за того что он простил нас теперь у нас есть повеление прощать и миловать других грешников это не просто бог дает нам разрешение это да буду это повеление другим людям давать то что он дал нам когда поймали одну женщину в прелюбодеянии и привели ее к иисусу и у людей сразу камни набрались где они эти камни нашли не знаю мы пришли сразу с камнями к иисусу и говорят иисус моисей сказал побить убить уничтожить что скажешь ты а иисус там что-то писал 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 и потом он встал и говорит кто из вас без греха 1 бросьте камень и сразу камни начали падать и они ушли но что интересно что иисус сделал в этой ситуации когда люди были наполнены ненавистью злобой и даже осуждением к человеку которого был факт он сгрешил он упал он сделал большой грязный просто аморальный грех когда это было просто наяву это вот здесь люди просто были наполнены так же просто гневом против этого человека иисус придя к им что он им дал он им дал зеркало он дал зеркало и когда каждый человек посмотрел в зеркало и камень сразу упал и пошли дальше проблема многих христиан сегодня что у них много камней а зеркало по пропадали но братья сестры давайте так прямо признаемся мы уже в двадцать первом веке мы усовершенствовали этот метод с камнями мы камня не используем на что то есть более совершенные это называется слова слова они ранят человека больше чем камни камень по голове там ударил поболела все а когда слово идет идет в душу и сегодня мы уже не по закону моисея а по закону иногда на нашей религии нашего просто святости наши такой что мы без камней ходим но так слова иногда так и подберешь сильные и как пустишь это слово в другого человека и она просто его раздавит и разбьет но очень часто почему наши руки полный этих камней потому что пропало зеркало и забыли о той жертве которая просила нас и который от нас ожидает чтобы мы прощали помогали да мы не оправдываем мы не где-то закрываем грех но мы поднимаем людей которые падают греха аминь а этой женщины которая упала в грех иисус пришел и он не дал ей зеркало потому что она уже на него смотрела и увидим насколько грешно она была а он не сказал то что я тебя не осуждаю иди и впредь не греши я видел многих церквях ваши церкви этого нету но многих церквях есть этот стих при выходе иди и впредь не греши но я в своей жизни еще ни разу не видел церкви где написано я тебя не осуждаю и мне такой вопрос задается почему может потому что они осуждают может потому что люди уверены что бог осуждать я не знаю но как будто вот это не это не важно саму важно ты иди и не греши братья сестры саму важно это то чтобы сначала сказал иисус что я тебя не осуждаю и тогда иди и впредь не греши многие люди никогда не смогут идти и не грешить до тех пор пока в подсознание не зайдет это слово я тебя не осуждаю я тебя помиловал я тебя простил я тебя люблю я за тебя я тебя подниму знаешь почему эти люди не кинули камень потому что они грешники знаешь почему я не кинул камень потому что святой а я думаю что святые люди всегда камни бросать но только бросает камни те которые не святые святые люди поднимают святые люди не в них не под не опускает себя, чтобы поднять камень, они опускают себя, чтобы поднять человека. И Иисус говорит, и я тот человек, и я тот Бог, который тебя люблю. И из-за того, что я тебя люблю, и тебя помиловал, и тебя просил, и тебя поднял. Теперь у тебя есть сила, и теперь у тебя есть причина, по которой ты можешь идти и больше не грешить. Если когда-то поставите в вашу церковь идеи больше не грешить, пожалуйста, прошу, поставьте, я тебя не осуждаю. Это поможет людям. Я работаю с людьми, которые приходят к Богу в первый раз. И я знаю, что это такое, когда ты человеку говоришь, иди, не греши. И когда ты человеку сначала объяснишь, насколько Бог его сильно любит. Это дает человеку мотивацию. Это дает человеку силу и поддержку. И благодать Божия начинает изменять человека изнутри. И он становится новым человеком. Аминь. Господь за нас, братья и сестры. Через жертву Иисуса Христа. Он не против нас. Он хочет нас поднять, нам грехи простить. И мы должны просто прийти к Нему. И смотреть не на наши раны, не на наши грехи, не на наши недостатки. А посмотреть на Его жертву, на Его страдания. И в ранах Его мы получим исцеление. Может, сегодня ты на этом месте, и ты физически болен. Может, у тебя есть болезнь. Я хочу тоже тебе дать этот совет. Что Израиль в этой истории, это были физические боли, которые были в этих них телах. И в это время, когда они смотрели на этого змея, у них пришло физическое исцеление. Я помню первый раз, когда в нашем служении был человек, который получил исцеление. Мы, мне было там, мне кажется, 16 или 17 лет. Мы взяли всю нашу молодежную группу на один, как вы были в этот This Weekend, на три дня на такой кемп, где было просто молитвы, где были просто, даже это не было, там не были никакие игры, просто молитва, проповедь, молитва, проповедь на такое общение. И в это время моя сестра заболела, как это киднис? В почке. У нее были киднис-тоунс, как стонс? Камни в почках были. И она лежала в больнице пять дней. И они не выходили, у нее было столько боли, и она просто вообще дали всякую медицину там, и она как уже ходила, как такая, под влиянием этой медицины. И она сказала, вот в пятницу мы выезжали, и она сказала своему доктору, я ухожу из больницы и еду на этот лагерь. Но проблема в том, что она была в болях таких невыносимых, и ее столько медицины не дали, что она даже не могла ходить. И доктор говорит, ты не можешь никуда ехать, ты уже была здесь пять дней и должна здесь остаться до тех пор, пока все это пройдет. Ну, Америка, знаете, земля, где можешь, что хочешь, ты делаешь. Она встала и пошла. И когда я узнал, что моя сестра, которая там была только 15 лет, ушла с больницы и едет к нам на лагерь с надеждой получить исцеление, я говорю, я сказал моей маме, говорю, мама, почему ей позволили? Это что? Это никакая вера. Это что? Она вообще не знает, что делать. Ему медицины много дали, и она уже все действует под влиянием медицины. Ее привели, я помню, служение идет, и это было первое служение, мы проповедовали о кресте, и даже был такой мы деревянный крест сделали, и поставлю туда нейлс, и просто такой терновый сделали венец, просто поставили, что было для молодежи, как будто видно было, что вот это как приблизительно, хотя это вообще не было приблизительно. И во время этого служения, и даже об этом месте я проповедовал, что надо смотреть на его страдания, на его боли, и как-то я проповедовал, и забыл, что моя сестра там сидит. Но я и так испомянул, говорю, что если вы больные, а забываю, что моя сестра сидит. И говорю, смотрите не на свою боль, смотрите на просто на раны Иисуса Христа. Если ты в грехе, я просто просто смотри на его раны, и Господь тебе поможет. Если тебя эмоционально просто болит, и ты будешь, может, Бога не понимаешь, где-то не веришь, смотри на его раны, не на свою боль, и Бог тебе поможет. И мы сделали призыв, и вышли люди, и тут я вижу, моя сестра вышла. И сразу думаю, что же ты и она говорил. Все думают, вера у нее появится, и проблем у нас будет. Я был еще очень молодой, опыта никакого не было в этих вещах. И когда она вышла, и мы начали молиться, Дух Святой просто пришел, люди получили большое прикосновение от Господа. И в следующее утро, это было суббота, мы начинаем служение, и моя сестра просто идет вперед, ее лик уже изменился, и она просто, микрофон даже без моего разрешения, ну, моя сестра взяла у меня микрофон, я думаю, ничего себе, никакой плыезд, ничего, взяла микрофон и говорит, что я хочу вам всем сказать, что вчера, до вчерашней молитвы у меня были невыносимые боли, и у меня было много еще этих камней в моих почках, но после молитвы, говорит, я пошла спать, и я просто почувствовала легкость. Ничего я не знала, что произошло, но почувствовала легкость. Я, говорит, я в туалет не ходила после этого, И сегодня утром, говорю, еще не ходила, но, говорит, я сейчас нажимаю на ту часть, где раньше были боли, и там боли нет. Уже 10 лет никогда эти камни больше не возвратились. Я думаю, я стою там, думаю, вот как простой человек, который по моему, как будто размышлению, чуть безумный был, что оставил больницу, пришел и простое слово о жертве Иисуса, о том, чтобы он осмотреть на его раны и в своих ранах получить помощь. И Господь прямо там, там даже не было нашего пастыря, коснулся моей сестры, ее исцелил. Господь может и хочет, и Он добрый к нам, и исцелять на сегодня. Я помню, месяц, два месяца назад была одна девчонка в нашей церкви, которая 10 лет не могла кушать специальную пищу, и она только была на специальной диете, потому что каждый раз, когда она кушает, у нее производятся разные болезни, и ее просто стамок не мог реагировать к всей пище. Она сама уже живет в Германии, там женилась, и когда пришла на служение, и просто даже в конце, это не было во время служения, там просто на холл, когда мне рассказала о своей проблеме, ну, и мы в нашей церкви молимся за людей, которые больные, и просто с верой молимся, что Господь, Он милостив, Он добрый, Он любит людей и хочет им помочь, особенно в физических проблемах, потому что наше тело – это храм Святого Духа. И я ее попросил, чтобы помолиться просто там, где она стояла, ну, она так как-то странно все так относилась, говорит, сейчас здесь, ну, ты же служение, это не служение. И так, я говорю, ну, Господь, Он всегда с нами, Дух Святой, Он действует не только в служении, и за служением. Он говорит, ну, и ты? Говорю, да, я простой такой, но Господь, Он великий, добрый, и тебя сильно любит. И я попросил, чтобы она положила свою руку просто там, где были эти боли и проблемы, и я положил свою руку на это. И просто я ничего не чувствовал, ни огня, ни помазания, ничего, никакого пороческого слова, просто по детской вере о том, что Господь людей сильно любит. И когда мы на Него смотрим, Он помогает нашим ранам. Через три недели она где-то отсутствовала, поехала в какое-то посещение, она пришла на служение, и с удивлением приходит и говорит, ты просто не поверишь, 10 лет не могла всю пищу кушать. Последние три недели, говорит, кушаю все, и хорошую пищу, и плохую пищу, все кушаю. Я говорю, я не знаю, если это хорошая идея, но надо смотреть, что ты кушаешь. Ну, меня это так настолько сильно ободрило, что ранами Иисуса, братья и сестры, мы можем получить облегчение нашим физическим недугам. Какая недуга у тебя есть сегодня? Смотри на Иисуса, не смотри на себя, не смотри на свои боли, не смотри, насколько долго эта болезнь была и этот недуг был в твоем теле. Дух Святой, Он сегодня там, где собираются святые. И Он хочет действовать и касаться жизни и тел людей. Даже вот буквально позавчера, когда молодежь начала свидетельствовать, мы молились в самом последнем служении, когда молились за хрящение Святым Духом, и люди получили покаяние, и потом мы просто молились за исцеление, и люди начали просто, молодежь выходить, где у того была та боль, или тот, который не мог согнуться, там нога, там то и все. И было просто очень, очень, для меня это так было впечатлительно, в виде, когда Дух Святой касается молодых людей, когда они сами свидетельствуют, с неверием даже, говорит, в этом просто невозможно было, я никогда в своей жизни это не переживал, когда просто вот была боль, и после молитвы я просто это делаю, и вообще этой боли нету, как не верится, как будто. Одна девчонка, которая свидетельства, когда в Калифорнии мы были, и молились тоже за исцеление, и говорит, уже прошло там 4 или 6 месяцев, и говорит, была проблема там и с челюстью. Говорит, просто Господь убрал это, и все. Говорит, я хочу воздать Господу славу. В ранах Иисуса не только спасение для нашей души, но также есть прикосновение для наших физических нету. Аминь. Давайте мы сейчас поднимемся. Я хочу, давайте мы сначала, во-первых, всего поблагодарим Господа за Его смерть, за Его страдания, и за все, что Он сделал. Давайте закроем наши глаза, склоним наши головы, откроем наши уста и поблагодарим Господа за Его смерть, за Его страдания.